Заключительный аккорд нашей традиционной республиканской акции спортсменов за безопасность дорожного движения, в рамках которой будут бороться виртуозы руля за звание сильнейшего этой интереснейшей и имеющей огромный практический смысл в дисциплине, такой как скоростное маневрирование. В данном случае в ней будут сочетаться очень многие элементы из разных дисциплин автоспорта. И действительно здесь эта дисциплина развивает и чувство габаритов автомобиля, и понимание входа-выхода из поворот, проектории, правильность торможения, когда нужно будет рассчитать точку торможения очень точно. Очень многие факторы, которые действительно делают из обычных любителей настоящих профессионалов. И сегодня мне очень приятно отметить, что нам благоприятствует наконец-то в кое-каке погода, солнечная, отличная погода. И участники уже рутся в бой, потому что это финальный этап. И, конечно же, мне хотелось бы представить, кто сегодня будет бороться на этой трассе. Мы видим первый автомобиль Каттерхэм, единственный в Белоруссии Каттерхэм, про который мы уже говорили, который уже начал потихонечку отваливаться, разваливаться. Мы видим Дмитрий Баркан приклеивает номера. Мы видим потихонечку, да, тут некоторые уже запчасти потеряны в предыдущих городах. Тем не менее, на этом автомобиле высыпает команда Хэллайн. За рулем, который находится неоднократный чемпионат Белоруссии, наверное, самый известный из участников, самый опытный Дмитрий Баркан. Вот он прячется, да, 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 скромно прячется. Тем не менее, Тадинский дизайн будет сегодня на победу. Рядом с ним его однополчание, можно сказать так, по команде. Алексей Королев, неоднократный призер чемпионата Белоруссии. Будут оба участвовать на этом автомобиле. Рядом стоит Subaru Prezor RX. За рулем находится инструктор картинг-центра «Парсаж» Александр Асташонок. Я думаю, те, кто ходит в уручье на картинг, знают этого молодого человека. Рядом стоит BMW 30. За рулем находится, будет находиться, точнее, Виталий Чумаков. Один из тех, кто будет претендовать тоже, в том числе, в зачете любителей на призовое место, как минимум. Ты на этом тоже. Ну, один из самых бывших наших, известных, в том числе. Ну, бывших, да. Но сегодня решил не упустить шанс, потому как после всего у нас сегодня банкет, поэтому решил приехать сегодня Сергей Гайко. Мы его знаем как «Короля полицейского разорота». Я думаю, что машину он тебе сегодня не назвали при этом, да? Нет. Рядом с ним Василий Расулин. Один из призеров нескольких этапов этого года в зачете любителей. Вместе с ним будет выступать Артур Амбарцумян. Артур Амбарцумян. Ну, добрейший человек, действительно, очень позитивный. Рядом с ним еще один человек. Это обладатель Кубка вертозов руля 2018 года. Один из лидеров соревнований среди любителей. Сергей Атрохов, город Минск БМФ. Его услышите как грохочет. Приехал к нам вновь. И нам приятно отметить, что Светлогорск тоже не остался в стороне. И один из самых сильнейших, не побоюсь сказать этого слова, пилотов Белоруссии. Алексей Коновачик. Его Сумару сегодня будут запомниться многие. Рядом с ним стоит... Ты опять здесь? Гайко, ты что будешь ехать за каждым автомобилем? Да, с ним снова поедет рядом Гайко Сергей Онгурс. Сейчас, я так понимаю, чтобы его не забыли фамилию, почаще повторялись. Сергей Гайко. Ну, вряд ли он поедет на полноприводном автомобиле. А вот, тем не менее, рядом действительно стоит самый, наверное, взрослый участник. И это обладатель Кубка вертозов руля. В абсолютном зачете 2018 года. Лидер соревнований этого сезона, который проходит в рамках соревнований спортсменов за безопасность дорожного движения. Александр Цедрих, команда «Найкаява» Тим. Ну, а это его, их воробушки, девушки, да. Группа поддержки, промоутеры. Рядом с ним стоит автомобиль, точно такой же «Пежо» 205. 200 лошадиных сил под капотом одного-второго автомобиля. Также один из лидеров этого сезона, Евгений Цедрих, команда «Найкаява» Тим. И еще один представитель любительского зачета прибыл к нам сюда из города Бавруйска. Всего лишь 18 лет этому молодому человеку, но уже этот сезон он провел вместе с нами. И получает от этапа к этапу свой накат, свой опыт. Я думаю, что Леша сегодня постарается не стать замыкающим в этой группе. И город Бавруйск, Алексей Рубанов. Так, а вот эти молодые люди, я не знаю, это просто так вот стоят здесь. А, вы тоже с ним, да, извините. Сотрудник МЧС города Витебска прибыл к нам сюда, но в качестве спортсмена. Действительно много у нас, много лет выступал. Александр Еленский, он будет сегодня выступать на «Пежо» вместе с Алексеем Рубановым. Здесь стоит вот у нас, девушка, можно вас чуть-чуть поближе. Дарья Татьяненко вместе с ним, с ней точнее, будет на автомобиле «Ситрэн Саксо» выступать. Неоднократный чемпион Беларуси, представляющий город Витебска, кстати, Алексей Шитюков. Рядом с ними стоит, ну, неоднократный чемпион Беларуси, призер, призер по ралли, там у нас же там был, правильно? Чемпион Беларуси по ралли, по трекам, гонкам. Все знают его как трековика, больше, наверное, Вячеслав Панфилов, будет помогать судить мне. Рядом стоит еще один красавец «Пежо», 106. За рулем будут находиться два пилота сегодня. Оба пилота из города Витебска. Это Мария Зарубина, одна из сильнейших, наверное, девушек, которая выступает в этой дисциплине. Вместе с ней будет выступать... Поближе сюда. Сергей Трощенко, город Витебска, тоже будет, я думаю, претендовать и бороться за призовое место. Еще один автомобиль, очень мощный. Рынок Лио РС. За рулем будет находиться представитель города Молодечно. Молодечно, да. Андрей Липман. Один из лидеров сегодня, кстати, зачета среди любителей. Ну, а вот это вот белоснежная красавца, которая представляет бизнес-кар, официальный дилер автомобиля Лифан в Республике Беларусь. Все эти автомобили будут предоставлены для свободного теста, поэтому у кого сегодня есть водительское удостоверение с собой, и если вы сегодня призвы, несмотря на выходной, вы имеете полное право садиться в этот автомобиль и требует, что вас доставили, или сами едете, оставляете там свое тело, а люди, я думаю, поедут, которые менеджеры с вами, вернут этот автомобиль на место. Ну, если кто-то захочет эмблебу Лифана ставить себе на память, я так не знаю, насколько помню, сегодня позвонительно, можно даже нацарапать гвоздь. Я здесь сидел. Поэтому это будет отдельная площадка, автомобиль будет стоять позади вас. Ну и, наконец, мы видим бравый экипаж от Центрального ГАИ Центрального Байона. Этот экипаж сегодня стоит не просто так здесь. Вы увидите показательно-образцовое задержание на решителе. Но это будет чуть-чуть попозже, в перерыве между заездами. Ну, кажется, всех я представил сейчас участников. Непосредственным организатором является эпидемида газеты «Автодайши» с портал ADT.by. Ну и традиционно все мероприятия ведущим буду я. Меня зовут Шевченко Анатолий. Поэтому все игры и прочие мы будем представлять в перерыве, играть с вами. Многие удаются призами от наших партнеров. Ну и хотелось бы сказать о наших партнерах.